В Екатеринбурге, в Верхесецком федеральном районном суде, в гражданском процессе «Сиделка против 94-летней старушки» судья Алия Мурзагалеева отстояла интересы ветерана Великой войны и обязала сиделку, выгнавшую бабушку на улицу, вернуть ей ключи от квартиры. Что пикантно инициатором судебного разбирательства выступила именно сиделка. Она подала иск по поводу того, чтобы суд признал 94-летнюю бабулю, утратившей право на квартиру, и выписал бы ее из жилья. Но судья все-таки согласилась с точки зрения ответчика и в удовлетворении иска отказала. Мы об этой тяжбе за квартиру на улице Гурзовской крайне раз рассказывали 19 декабря прошлого года. Тогда, напомню, к выгнанной из квартиры бабушки, к Евгении Лосевой, пришла помощница Верхесецкого прокурора. И с тех пор этот же личный спор вошел в юридическое русло, им занялись силовики, и вот, как мы видим, в гражданском процессе уже восторжествовала справедливость. А вообще эта история упирается корнями в далекий 2013 год, ну а мы ее начнем вообще-вообще с прошлого века. В конце 90-х, вышеупомянутой квартире Раздора на Гурзовской улице, жили три женщины. Наша главная героиня Евгения Лосева, ее сестра и дочь последней, то есть племянница Евгении Мануиловны. Сестра нашей героини хворала и Евгения Лосева за ней ухаживала, хотя у нее была своя квартира на фестивальной. В 98-м году сестра умерла, но Евгения Мануиловна осталась жить с племянницей Еленой Ивановой, ну типа вместе на старости лет веселее. В 2000-м году бабули-родственницы совместно решили хату на фестивальной продать, а деньги положить на сберкнижку. Времена тогда были непростые и бабки старушкам были необходимы. И вот тут мы порталом перебрасываемся в 2013 год, когда и случились главные события. У племянницы Елены Ивановой врачи обнаружили рак четвертой степени и тетка наняла ей сиделку, некую Наталью Зуеву. И вот однажды, за неделю до смерти племянницы Елены Ивановой, эта Зуева привела в квартиру нотариуса и, пользуясь тяжелым состоянием старушек, уговорила или, может быть, даже заставила их подписать завещание, по которому ей, сиделке, отошли квартира племянницы и банковский счет Евгении Лосевой, на котором были 1,3 миллиона рублей. Давайте посмотрим, как это подписание завещания обрисовала сама Евгения Мануиловна в декабре прошлого года, тогда жившая в квартире своих знакомых. Она пришла с нотариусом, с женщиной, с двумя листами бумаги, значит, отдали Леночке что-то, вот брали руку, я только вот это помню было, что брали Ленину руку и заставляли ее подписать, потом брали мою руку, два или три раза подписываясь, я уже ничего не соображала, ничего, я думаю, Лена тоже не соображала. Через неделю после этого странного подписания на глазах нотариуса, хворая онкологией племянница умерла и осталась Евгения Лосева в квартире на Гурзовской одна. Что примечательно, до сентября 2017 года, то есть на протяжении 4 лет, у как бы новой хозяйки жилища Зуевой, к бабушке вопросов не было вообще, Евгения Лосева жила в квартире, сама платила за коммуналку и думала, что спокойно доживает свой век, но неожиданно, дочь сиделки Зуевой, Мария, развелась с мужем, потеряла работу и ей запонадобилось жилье, и вот тут сиделка Зуева предложила 94-летней бабушке подвинуться и пустить в одну комнату дочку Марию, бабуля заортачилась, дескать, хата моя, хочу все, на это сиделка заявила, нет, хата моя, хочешь все, тогда плати аренду. Конфликт разрастался, и развязка случилась 3 сентября прошлого года. В тот роковой день Евгения Лосева на свою беду запустила сиделку в квартиру и получила от нее по полной, вплоть до инфаркта. И вдруг Наташкина, дикий голос с того конца стола, это был ужас какой голос, да ты тут никто, да ты дура, да я хозяйка здесь, я тебя выгоню, будешь спать в коридоре на стуле. Больше я ничего не помню, но инфаркт. Меня увезли на скорую, в новую больницу, 40-ю. Только лишь по причине болезни старушка покинула спорное жилище, а сиделка Зуева этим воспользовалась, вскрыла дверь, поменяла замки, а ближе к Новому году на месяц запустила туда родственников. Самой ей хата в Екатеринбурге без надобности, ведь сиделка Зуева обитает сейчас в жарком городе Анапа. А Евгения Лосева в 94 года после инфаркта выжила и поселилась у знакомых, где ей, конечно же, не очень комфортно. Сколько времени я живу у чужих людей, я их объедаю, обжираю, мне денег нету, ничего нету, потому что у меня Наталья все хитилась, беркнишка, дедушка, дедушка, дедушка умер у меня. И вот случился судный день, и стороны конфликта встретились в суде. Ну, точнее, не сами. Сиделка и бабушка, одна в Анапе, другая в возрасте, встретились их представительницы и стали рассказывать судье одну и ту же историю, но со своих точек зрения, которые не совпадали кардинально, даже в мелочах. Ну вот, например, к вопросу о новогодних квартирантах. В данной квартире на месяц, перед Новым годом, попросились пожить родственники Натальи Алексеевны, потому что они приехали на сессию, и она их пустила. Они там пожили, оплачивали коммунальные расходы полностью, все. А на сегодняшний день там никого нет. А родственники-то кто? Мужчины, женщины? Ну, там молодой человек с девушкой. И квартиранты там были две женщины, поэтому как бы две девушки. О каком-то мужчине и женщине говорить тоже не представляется возможным. Мы полагаем, что раз человек собрал добровольно свои вещи и выехал из квартиры, данный человек не является собственником, никогда не являлся собственником данного помещения, никогда не являлся членом семьи из ЦАЗуева Натальи Алексеевны, родственных отношений между ними никаких нету, то мы просим суд удовлетворить наши заявленные требования и признать Лусеву, потратившую право проживания, и снять ее тем самым с регистрационного учета. Но здесь-то вообще, как бы договариваться-то, о чем? Вселять надо. Она никоим образом не утратила право пользования, она на законных основаниях была вселена в данную квартиру и проживала, и оплачивала коммунальные платежи, и проживала в этой квартире. О том, что она вещи собрала, куда она в скорую собрала эти вещи, да ничего она не собирала, никаких вещей. Она в одном халате туда уехала и больше, значит, и не видела никаких вещей. И таких нестыковок было несколько. Было ясно, что одна из сторон лукавит, и судья Алия Мурзагалеева приняла точку зрения представителя бабушки Евгении Лосевой и не удовлетворила требования сиделки истицы. То есть не то, чтобы не выписала бабушку из спорной квартиры, а постановила выдать Евгении Лосевой ключи и заселиться в хату на Гурзувской, в которой та прожила 20 лет.